Всем привет! Что хотел сказать? Вместе с тем, что я сейчас буду брать вот эту посылочку, которая к нам пришла непосредственно ко мне, опять же из Китая. Я еще снимаю вот на эту камеру и на эту камеру. Особо не видно, но давайте попробуем, что у нас получится. Первый раз я это делаю, но давайте попробуем сделать видео обзор вот именно таким образом. Итак, к нам пришла, пришел вот такой пакет. Естественно, как вы видите волшебный скотч. Вот он, вот он волшебный скотч, по которому, вернее, который заклеили на таможне, на таможне России. Чего они там? Они это делают постоянно. Вообще-то, вы знаете, я так думаю, что это на таможне. Хотя, с другой стороны, может и не России. Я точно не уверен, что это вообще Россия, потому что вот, допустим, китайская наклейка. Вот она сама по себе китайская наклейка и китайская наклейка вроде не затронута этим скотчем. Хотя, может и затронута. Друзья, кто сталкивался с подобной проблемой, у кого постоянно скотч обклеивает весь пакет, всю посылку, тоже сделайте, пожалуйста, комментарий, объясните все-таки нам, в чем фигня, в чем смысл жизни и почему постоянно посылка вот так вот получается вскрыта. Хотя, у меня такое ощущение, но я поначалу это всегда думал, что это именно, товарищи, вот смотрите, я отрываю, в принципе, да, вот так вот можно оторвать на таможне, на российской. Нет, нельзя оторвать, оно рвется, оно все рвется и, если это наклеено уже на азербайджанской таможне, то вскрывали вот здесь вот непосредственно, это уже товарищи из Азербайджана, возможно, потому что наклеена вот эта штуковина, как бы, да, лейбл, о которой, оказываю, говорит, то же самое, наверное, дублирует, что и здесь, или здесь, хрен его знает, может у китайцев просто такие пакеты сами по себе и они прям там вот это вот клеют, а после этого они уже нажали и отправили. Ну что, друзья, я надеюсь, что среди вас есть ли те люди, которые соображают в этом деле больше меня и, ну, во всяком случае, возможно, эта же ситуация интересует и других людей, которые смотрят канал. Вот, ну что, что-то я все-таки думаю, что это российская таможня, но, как обычно, бумажечки, которые ни о чем, ни к чему, кстати, они холодные. Кстати, если вдохнуть, то я просто планировал и рассчитывал, что это будет какой-то китайский, наверное, воздух, но он какой-то такой гадкий, вы знаете. Итак, друзья, я заказывал две вот такие вот разные, правда, но одной фирмы заказывал, значит, две бритвы. В пакете ничего нет, вот, ничего нет, поэтому, друзья, мы пакет убираем и убираем. В общем, друзья, смотрите, товарищи мои, Кэмэй, 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 в общем, говорить можно как угодно, по-немецки это будет Кэмэй, если читать, это называет, ну, соответственно, фирма брал я, значит, эти обе бритвы брал я в основном для бороды, по идее, они с насадками должны быть различными, ну, давайте я, в принципе, при вас, естественно, это все открою, потому что это распаковка, как я вижу, структура, смотря по рисункам, структура у этих бритв разная, но давайте сразу и посмотрим. Значит, первая, вот эта бритва, она будет подешевле, коробка, в принципе, пришла в удовлетворительном состоянии, но хотелось бы все-таки немножечко и получше. Никаких опечатанных моментов я не увидел, значит, у нас получается просто обычная коробка, вот, кстати, с этой камерой, наверное, будет самая лучшая, эта камера будет плохое качество, ну, и веб-камера тоже она будет плохого качества. Итак, друзья, смотрим, коробочка вот такая, и что мы здесь видим, значит, и что мы видим, сразу нас встречает маленькая щеточка для того, чтобы мы ею чистили, значит, непосредственно нашу бритву. Дальше, на нескольких языках у нас получается брошюрка, здесь китайский, английский, есть языки, вот, почему-то русского языка здесь у нас нет, нам это, в принципе, неинтересно, мы не в пещере живем, значит, вот пластиковая штучка, соответственно, самый дешевый вариант, значит, получается кабель для подзарядки непосредственно, вот, и сама машинка, я не могу точно сказать, значит, что эта машинка, чем она обладает, какими свойствами, но я знаю, что вот сюда нажимаем, вот сюда, и перещелкиваем, то есть мы можем вот таким образом, имеючи одну насадку, мы можем перещелкивать, и глубина бритья, она будет разная, как сделать я назад, я не знаю, она снимается, собственно говоря, и мы можем абсолютно, кстати, каким-то, то ли маслом здесь, непонятно, значит, наверное, масло тут же, машинное масло, тут же двигатель, вот, вот, а мы ее снова вставляем и вставляем назад, итак, это получается у нас самый маленький, давайте сразу посмотрим, есть ли заряд или нет, да, заряд есть, друзья, вы слышите, она бреет, я не знаю, насколько она качественно бреет, насколько она закусывает или не закусывает, вот, но, друзья, пришла она с Китая где-то за две недели, это очень хороший показатель, включая того, что она шла в Крым, непосредственно этот, хотел сказать, USB, в общем, вот эта вот штуковина, штекер, он включается сюда, и можно, насколько я понимаю, работать как от розетки, так можно работать, соответственно, и от батареи, и это очень удобно, очень выгодно, очень удобно, то, что кинул ее и спокойно в бороду бреешь, допустим, вот так, таким методом, и что-то она такая довольно мощная, значит, на ней написано КМА, вот такой вот, с номером, кстати, номер телефона здесь есть, давайте мы посмотрим немножечко поближе, я сюда подставлю, так как она, видите, и здесь у нас есть вот надпись КМА, а также написано, видите, телефончик, и у нас идет уже номер какой-то, возможно, это серийный номер, возможно, это номер телефона, значит, также мы здесь видим, написано у нас, написано у нас модель, какая, потребление мощности, потребление электричества, мощность, да, и опять же, made in PRC, вот, то есть написано, что и как, насколько я понимаю, 8 часов зарядки требует, вот эта маленькая охренотень требует 8 часов зарядки, то есть мы должны поставить эту бритву на ночь, и утром она у нас уже опять готова, и мы можем смело, спокойно бриться, итак, друзья, ну вот я показал вам первый вариант бритвы, она мне кажется вполне, вполне интересной, естественно, и я ей буду пользоваться, бритва номер 2, друзья, давайте посмотрим, что же у нас нам предложили товарищи китайцы во второй нашей колонке,